Друзья, хоть и на выставке начался дождь, но нам это совершенно не мешает провести одно из самых долгожданных интервью за всю выставку «Золотая Нива». У нас сегодня на выставке «Золотая Нива» прошла премьера трактора, о которой мы подробнее сейчас расскажем в нашем видеообзоре. Но в данный момент мы хотим пообщаться с Ренатом Амировым, директором по направлению всех окончательной техники компании «Зумлеон». Ренат, расскажите, пожалуйста, о вашей компании, когда она была создана и какие у вас сейчас, в данный момент, планы на рынок российский. Добрый день, добрый день, Ольга, добрый день, коллеги. Да, я согласен, что это новый бренд для нашего рынка, для рынка, в первую очередь, сельскохозяйственной техники. Хотя, на самом деле, в России «Зумлеон» уже известен как ведущий мировой производительной строительной техники. Поэтому это немаловажно ответить. Вся наша работа, история началась в 2020 году с момента, когда мы начали только-только создавание своей команды и начали работу с сертификацией наших тракторов, которые ранее никак не были представлены в России. При этом они у вас были представлены на рынке Китая и на рынках каких еще? Ну, основное, да, это рынок Китая, страны Азии, основные рынки это Индия, Индонезия, Бангладеш, Шри-Ланка. Ну и также поставлялись трактора малой мощности в страны Европы. А то, что касается рынка России, как вы сюда пришли, почему именно Россию решили развивать? По направлению тракторной техники, да, для «Зумлеон» все-таки задача приоритетная как раз так и стояла, что рынок тракторов один из ведущих, так сказать, в мире по объемам, по емкости рынка. Ну, конечно, этот рынок, в принципе, я думаю, многим интересен, но нам в первую очередь. И вот эта работа как раз как результат в 2021 году, получив сертификаты, мы представили первые свои модели. Это четыре модели РН. Серия РН – это два трактора 90 лошадей 110 и серия РС – это трактора мощностью 130 и 160 лошадиных сил. Ну, это те модели, которые одни самопопулярны и на других рынках, поэтому здесь пришли. По какому критерию вы отобрали именно эти модели? Ну, мы как раз таки говорим, что приоритет России, емкость рынка в России как раз представлена вот в этой линейке от 90, ну, даже можно сказать, от 80 лошадиных сил, ну, и до 200 лошадиных сил. Поэтому вот эта вот наша линейка, как раз таки выбрали именно эти модели, чтобы вот, понимая, что это будет самый высокий спрос, мы на это сделали акцент. Я правильно понимаю, что производство всей техники проходит в Китае, но испытания проводились и разработки в Америке? Ну, по производству завода Землеон, можем сказать, что это один из ведущих, входит в тройку ведущих производителей Китая по сельскохозяйственной технике. В Китае выходит в тройку, да? Да, это, ну, ведущий производитель. Ну, это круто, да. Ну, там представлены пяти заводами, и тот самый завод, который производит трактора, находится в городе Кайфэн, провинция Хэнань. Это один из самых таких, так скажем, индустриальных регионов Китая. Это не на острове Хэнань? Нет, это Хэнань, это такой... А то это была, мне там понравилась. В центральной части Китая, ну, вот как раз этот завод поставляет все наши трактора. А разработка вот североамериканского дивизиона Землеона, там занимается как раз команда, которая разрабатывает новые модели. И вот одна из таких представленных моделей, это наш трактор Землеон PL2304. Вот это вот как раз мы можем как раз применительно к этому трактору говорить. Как антироссийские санкции повлияли на развитие компании Землеон в России? Есть свои нюансы, ну, в любом случае, наша задача какая? То есть у нас есть предложение, есть трактора, наши дилеры, клиенты, выбирайте трактора. Понимая эту технику, выбирают, так скажем, лучшие, но наша техника в числе этой лучшей техники, так скажем. Поэтому смело об этом можем заявить. В данный момент наблюдается на рынке, и все это обсуждают, огромные проблемы с логистикой. Повлияло ли это на вас? В этом плане по логистике мы сейчас уверенно цепочку своей доставки техники выстроили. У нас бесперебойно поставили как техники, так и запасных частей. В том числе вот как раз по запасным частям мы можем тоже уверенно говорить, что мы сейчас уже логистику выстроили таким образом, что у нас в городе Вюфе, в нашем головном центре, уже есть центральный склад запасных частей, откуда идет дистрибьюция по всем регионам, по всем нашим дилерам. И сейчас мы сформируем, вот на данный момент, логистический центр в Москве, чтобы оптимизировать доставку по запасным. Ренат, что сегодня представляет у себя ваша дилерская сеть и как вы ее развиваете? Очень актуальный, интересный вопрос, на который мы сейчас смело можем заявить, что присутствие нас, как поставщика сельхозяйственной техники, смело можем заверить, что сейчас мы присутствуем во всех ключевых основных регионах. На данный момент наша дилерская сеть – это 26 дилеров, которые покрывают 44 региона. Это основные регионы, вот Южная часть, Центральная часть, Урал, Волга, Сибирь. Это все ключевые регионы, где самая большая емкость тракторов, самый большой спрос, ну, мы там представлены. Они же проводят сервисное обслуживание, и запчасти вы им тоже поставляете, да? Наши дилеры полностью, как раз таки, получают полностью техническую поддержку с нашей стороны. Мы проводим обучение, проводим необходимую все поддержку со стороны, как производителя. Ну и в таком формате эта работа выстроена уже с прошлого года, когда мы начали создавать дилерскую сеть. Снимаем? Друзья, дождь прошел, небо становится ясным, и мы продолжаем наше интервью. И есть сейчас такой один каверзный вопрос. Ренат, долгое время считалось то, что качество китайской продукции, ну, довольно-таки низкого уровня, и был такой стереотип на рынке в России. Как вам, удалось ли вам побороть это мнение, и как вы с этим работали? В этом плане, да, мы очень серьезную работу выстроили вместе с нашими дилерами. Когда мы заходили с нашим новым продуктом, ну, построили работу таким образом, чтобы дилеры, как демо машины показав, продемонстрировав во всех наших ключевых регионах, как раз таки провели все необходимые испытания в работе со различными агрегатами. И эта работа как раз таки вот дала результат, дала понимание клиента, увидев, сами почувствовав производительность машин, характеристики рабочие, увидев, как эта машина собрана, каком качестве она выполнена. То есть это вот работа, в принципе, которая была проделана в большинстве наших регионов, где мы представлены. Сейчас такая же ситуация и в автопроме. Люди меняют свое мнение о китайской продукции, поэтому, я думаю, тоже сейчас самое уже ждет и рынок сельхозтехники. Я думаю, да, все правильно. Какой самый востребованный финансовый инструмент используется при покупке техники с Думлеон? Вопрос финансирования является, наверное, одним из таких приоритетных. Он всегда задается при обсуждении вопросов покупки, приобретения техники. И в этом плане мы свою работу сейчас выстраиваем с дилерами таким образом, чтобы предложить те инструменты, которые пока что на рынке есть, используя различные схемы, финансируемые через лизинговые программы, в первую очередь. Больше, наверное, как коммерческий лизинг все-таки. И мы параллельно работаем со своей структурой. Это ZoomLion Capital, которая входит, так скажем, в структуру нашей компании в России. И мы как раз таки сейчас разрабатываем программу на второе полугодие. Уже есть обозначенные планы, чтобы, привлекая от финансовых партнеров, лица лизинговых компаний, обсуждать и предлагать условия по субсидированным процентным ставкам по лизингу. Вы сейчас говорите в том числе и про Росагролизинг? Или пока вы его не упоминаете еще? Пока это больше как коммерческие условия. Коммерческие условия Росагролизинга или вы говорите вообще про лизинговые компании? Вообще в целом про лизинговые компании. А как ситуация у вас в данный момент по переговорам с Росагролизингом? С Росагролизингом переговоры мы проводили. Сейчас как раз таки в стадии обсуждения. Но опять-таки наши планы все-таки с фокусом на вторую половину полугодия. Ну это в полугодие? У вас очень быстрые планы довольно-таки. Здесь самое главное мы решаем параллельно все вопросы, которые возникают в процессе согласования. Ну в том числе и логистика, доставка техники, обеспечить наличие, чтобы машины были доступны. Сейчас скорее всего у всех наших подписчиков интересует вопрос цены. Конкурируете ли вы по стоимости с европейскими, российскими производителями? И опять-таки мнение, которое есть, формированное у многих людей, что китайская всегда дешевле. Так ли это у вас и конкурируете ли вы по стоимости? В этом плане могу с уверенностью сказать, что мы очень конкурентны. В рынке выступаем с нашей продуктовой линейкой, предлагая вот темальное решение, цена-качество. Ну вот в этой категории мы очень себя уверенно чувствуем. Ну и в виде, как наше идет развитие, как наша продажа идет, к нам повышенное внимание. То есть и в плане активных продаж мы, я считаю, что на хорошем уровне. И это один из показателей, что мы планы продаж на начало года, которые были, сейчас мы их увеличили в два раза, ну просто перевыполняем наши. Это вы уже у вас такие большие продажи? То есть они еще до ваших таких, ну как бы такой большой премьер, до масштабных, вот таких рекламных, которые вы делаете действия, уже продажи были? Ну я надеюсь, с этой премьеры у нас еще увеличится. Поставки и... Ну и тогда сейчас дам вам прямой вопрос, вижу, вы от него уходите, Ренат. Ну какие бренды все-таки вот на российском рынке вы считаете с такими конкурентами для вас? Мы в первую очередь играем именно в том поле, в котором играем, как производители там в Китае, это вот ведущие производители, они в принципе и здесь представлены, это китайские бренды в первую очередь, ну и плюс... Ну там русская техника, мы тоже будем говорить смело, там да, мы тоже играем. Тоже хотите поконкурировать, да, с ними? Ну да, здесь самый итог важный для нас, наш аграрий, наш клиент, он видит те предложения, которые есть, и он делает свои выводы, и покупает ту технику, которая ему нужна. Ну тогда давайте еще напоследок о ваших планах. Я думаю, они у вас амбициозные. По планам, да, мы сейчас очень активно включились в вопросы расширения своей продуктовой линейки, и мы вот делаем премьеру. Это вот первый премьер, трактор «Зумлен» ПЛ-2304, который вот создал ажиотаж и интерес со стороны аграрии в всех наших регионах. И следующий премьер мы готовим буквально вот на мероприятии, которое будет проходить в Казани, это выставка «Агроволга». Да, мы постараемся привести очередную новинку. Это трактор также с автоматизированной коробкой передач. Я понимаю, что это вообще первый трактор «Зумлен», который с автоматической коробкой передач? Или было до этого? Ну, это первый «Зумлен» и первый среди представленных всех китайских производителей сельхозтехники. Это мы в этом плане еще уникальны и этим. Первый китайский производитель еще плюс уникален тем, что мы в сегменте 230 лошадей представлены. Это тоже мы, так скажем, флагманы в этом плане. И представим вторую новинку вот с автоматизированной коробкой передач. Трактор мощности 180 лошадей. Это уже следующий этап, который мы уже развиваем. Мы обязательно придем к нам на «Агроволгу» и посмотрим его. Ну, это мы обязательно сделаем приглашение и всем нашим дилерам, аграриям. То есть это будет очень знаковое событие. И плюс еще небольшой ажиотаж создадим. Интригу. Интригу, да. Что не только тракторами мы будем известны в продуктовальнике «Зумлеон». У нас сейчас добавляется зерноуборочный комбайн «Зумлеон ФТФ-120». Это новый абсолютно продукт для российского рынка. Громкая премьера тоже нам обеспечена. Когда планируете? По дате выхода, я думаю, обязательно. Сориентируем вас в вас позже. Ну, в любом случае, наша задача – вот эти новинки, постараться в течение этого сезона продемонстрировать возможности. Ну, в том числе с проведением демонстрационных показов у наших дилеров, у наших клиентов, которые могут уже в реальных условиях посмотреть, на что способны эти машины. Ну, вот сегодня это вот то самое очередное подтверждение, что бизнес как вода. Одни бренды уходят с рынка, другие появляются, и всегда будет замена. Святое место пусто не бывает. Добро пожаловать!